Приветствую всех, кто сейчас смотрит телеканал Атомикин Бизнес. Программа «Время говорить». В эфире у нас скайп-формат, я напомню, уже довольно давно. Остаёмся дома, бережём себя, семью и, наверное, весь Казахстан. Что сейчас у нас с онлайн-сегментом бизнеса? Вот такой вопрос я задаю, переживает ли он свой бурный рост или нет. С одной стороны, есть такие данные, что это, наверное, пожалуй, единственная сфера экономики, которая на вот таком коронавирусном фоне даёт хорошие показатели. Но, однако, не всё так просто, конечно же. Вот тема наша скоростная трансформация онлайн, офлайн бизнеса в онлайн. Также можно её описать. Я приветствую участников. Аслжан Жананов, онлайн-сервис Перикан, основатель Шимкент. Здравствуйте. Армаджу Субалиев, управляющий рестораном Перчини, Уральск. И у нас Усть-Каменогорск, Рустам Салакудзинов, директор товарищества Smart Innovation. Коллеги, здравствуйте. Так, ну давайте... Да, добрый-добрый. Всех приветствую. Как сейчас ваш сегмент онлайн в целом поживает, что называется? Какие проблемы у вас есть? Давайте вот с Шимкента начнём, пожалуйста. Всем добрый день, коллеги. Ну, конечно, как и во всех, наверное, регионах Казахстана, у нас город испытывает достаточно большие трудности именно в целом с карантином, передвижением транспортных средств, пешеходов и так далее. На сегодняшний день, конечно, так как мы являемся онлайн-сервисом и платёжной системой, наверное, особо... Да, у нас какие-то помехи пока. Да, что-то помехи у нас сейчас выдают. Я прошу прощения. Да, давайте сделаем переподключение Шимкента и давайте... Да, пока перейдём на Усть-Каменогорск, пожалуйста, да. Рустам Саласкутинов. Рустам Саласкутинов. И поэтому сказать о том, что прям колоссальный рост или бум, есть, конечно же, рост, да, определённого характера, но прям бума такого нет. То есть сейчас ещё люди, они находятся в таком режиме непонимания, что будет завтра. Хотя мы, не знаю, в течение уже, наверное, трёх лет, как минимум, говорим о том, что надо-надо быть в онлайн. То есть без этого в дальнейшем жить будет просто-напросто невозможно. Я, Шимкент, приветствую. Надеюсь, всё хорошо сейчас со звуком у нас. Ну, собственно, надо-надо в онлайн. Я так понимаю, что вот Армат Джасубалиев из Уральска, который сейчас управляет рестораном Перчини, он очень хорошо эту мысль и понимает. У вас онлайн-формат работы полностью сейчас. Как он сейчас построен у вас, как идёт это всё? Дело в том, что наш бизнес, конечно же, пострадал в данной ситуации, да, это ресторанный. Я сейчас заметил, что просто многие коллеги, да, но я знаю других руководителей ресторанов, управляющих. Сейчас тоже все приходят на онлайн-коммерцию, на вот эти вот приложения, сайты, доставки, потому что многие считают, что это поможет по развитию, потому что всё действительно, на самом деле, остановилось. Не поздно ли, не поздно ли, Армат? Вы знаете, у меня многие спрашивали совета, ну, как есть, я подсказывал, почему. Мы перешли где-то года два назад, мы организовали службу доставки своего ресторана, да, и уже на тот момент мы уже подключали, ну, своего рода вот эту вот электронную коммерцию, да, электронные приложения, такие как e-menu, choco-food, вот, и начинали пользоваться ими. Буквально в конце прошлого года мы запустили, к примеру, свой сайт, и, конечно же, ощущается сейчас проблема, да, то есть общего характера. Помогло? Или помогло это вам? Нет, оно мне сейчас помогло работать, мне сейчас удобно. Я не пытаюсь, как многие другие мои коллеги, быстро где-то в ускоренном темпе открыться, подключиться к приложениям, там, у меня это всё работает. Вот, и сейчас, когда наступили вот эти вот карантины, объявлено чрезвычайное положение, конечно же, у нас много ребят сейчас я вынужденно отправил, ну, в отпуска, да, так скажем, да, но я в любом случае поддерживаю ими, да, и ресторана своего, да, и мы, как бы, чуть-чуть на плаву держимся, в любом случае, работает сервис доставки, да, всё это благодаря вот этим электронным приложениям, потому что те же самые социальные сети, в общем, как-то так. Спасибо большое. Давайте, господин Ажананова, подключим основателя онлайн-сервиса «Пеликан» Шимкент. Если можно, у вас оппозиция по поводу сегодняшнего момента, и какие проблемы и трудности сейчас у вас есть? Давайте перейдём теперь в плоскость, так скажем, того, что надо сделать правительству для того, чтобы вашу сферу поддержать. Да, что-то у нас со звуком. Право все нормально, да? Да, да, да. Ну, я думаю, что в первую очередь, если мы говорим о сфере онлайн-бизнеса, да, то, конечно, это в первую очередь, то есть вот эта сложившаяся ситуация, она даёт определённый, наверное, рост и определённые перспективы именно этого направления. Не потому что, то есть люди просто... Люди, во-первых, начали просто понимать, что можно экономить не только своё время, то есть и насколько это удобно и безопасно, то есть оплачивать именно онлайн-сервисами, да, и онлайн-оплатой. Что касается поддержки государства, конечно, я думаю, сейчас именно тот момент, когда нужно особенно сильно уделять внимание IT-сектору, да, страны. Потому что, насколько мы знаем, что вот карантин и чрезвычайное положение, оно как раз-таки, если правильно сказать, что... У нас небольшие проблемы опять со звуками, я прошу прощения, у телезрителей, бывают у нас такие накладки, всё-таки скайп-формат. Да, продолжайте, пожалуйста. Я сейчас попрошу, наверное, Уральск отключить, возможно, это проблемы со звуком там. И потом подключим чуть-чуть попозже Уральск. Пока давайте с господином Жанановым продолжим. Что касается поддержки государства, я думаю, что как раз-таки сейчас, вот в сложившейся ситуации, в эти сложные моменты, мы, не только мы, то есть игроки IT-сектора, да, то есть увидели, как оголилось в целом, да, то есть все-все вот эти узкие места и проблемные моменты, мы видим, что сейчас государство, ну, как никогда, наверное, нуждается именно в цифровизации и не только государственных услуг, но и в целом сферы всех, всех сфер жизни, да. Поэтому вот недавно было в обращении президента нашего Хасмиджа Мартукаева о том, что будет больше внимания уделяться именно привлечению к исполнению различного рода проектов именно отечественных IT-компаний. То есть я очень это поддерживаю и считаю, что это правильное решение со стороны правительства. Ну, будем надеяться, что это будет очень эффективно и быстро вообще внедряться в целом, да. И что касается IT-компаний, IT-сервисов, я думаю, сейчас, наверное, тот период, когда люди в большей степени начинают вообще пользоваться всеми благами IT-отрасли, понимаете. То есть это дело касается не только доставки, а вообще в целом, то есть любой информационных вещей, то есть услуг, приобретение товаров, доставки, того же, я не знаю, там, передвижения по городу. Недавно нашей компанией было создано, то есть по заданию и просьбе Акимата была создана онлайн-платформа, где люди могут оставлять заявки и проверять свои данные, то есть насколько они могут заниматься свои дни, то есть ежедневной работой именно в разрешенных сферах, да. То есть и сейчас, наверное, вот процесс интеграции, я думаю, пойдет гораздо плотнее, гораздо быстрее в этом плане. Ну, как-то так, наверное, на сегодняшний день. Да, давайте сейчас послушаем мнение Рустама Салахуддинова, директор товарища Smart Innovations из Усть-Каменогорска. Да, пожалуйста, если можно в отношении того, как сейчас надо действовать правительству, какие у вас есть рекомендации, что вы видите, с региона, что называется, у вас там какие запросы есть? Да, мы сейчас видим, я прошу прощения, мы сейчас видим все-таки Армата Джусубалиева, управляющего рестораном Перчинник. Пожалуйста, да. Что-что, я связь прослушал. Сейчас идет активная связь с правительством, в том плане, что все предложения, которые есть, они рассматриваются и единым пакетом вносятся на рассмотрение. Вот вы сейчас, как участник онлайн непосредственно вот этого сектора экономики, что можете порекомендовать, что вам, ну, ваше точка зрения в качестве поддержки в целом сектора? Уже в плане, допустим, налоговых обязательств нам сделали отсрочки. Вот мы уже проработали этот вопрос. Соответственно, мы прорабатываем вопрос с банками второго уровня. Да, по-моему, насколько мне известно, правительство выдало поддержку малому средному бизнесу, да, в плане льготного кредитования. Проблемы со звуком, я прошу прощения у телезрителей. Значит, да, спасибо большое за вашу точку зрения, Арман. Да, мы вас выслушали, мы теперь сейчас подключаем другого участника, Рустама Салахуддинова, директора товарищества Smart Innovations из Усть-Каменогорска. Ну, а пока его подключают, давайте я несколько вопросов, которые на WhatsApp поступили, зачитаю вам, если можно, господин Жананов, вы как эксперт можете ответить. Вот смотрите, от чего зависит, WhatsApp нам пишет, от чего зависит скорость выхода производителя на Marketplace какой-нибудь? Скорость выхода. То есть, если кто-то хочет сейчас выйти... В первую очередь, конечно... Слышно меня, да? Да, слышно. В первую очередь, конечно, наверное, зависит от желания и предприимчивости самого предпринимателя. И, конечно, то есть на сегодняшний день есть на рынке очень много готовых уже бизнес-решений, то есть в том числе и онлайн-сервис «Пеликан», который оказывает весь комплекс вот этих вот услуг. И в данный момент мы, как, допустим, IT-компания, знаем, что лучше обратиться к профессионалам и отдать эту часть на аутсорсинг, для того, чтобы, во-первых, избавиться от различных рисков, да? Во-вторых, издержек, то есть дополнительных издержек именно по заработной плате, по налогам там, и то есть весь мир уже, вся Европа, то есть работает по аутсорсингу на сегодняшний день, да? То есть есть... Вообще IT-сектор, он сам по себе очень такое узкое и узкопрофильное направление, и, допустим, когда, не знаю, там рестораны или сети общественного питания, там сети супермаркетов по продуктам питания и так далее, пытаются войти в этот рынок и занять свое место, да, то есть, как правило, то есть это заканчивается новым. Либо тратить очень колоссальное количество денег и ресурсов, в том числе и человеческих, либо, то есть, идти по пути международных брендов, когда они просто привлекают именно узкоспециализированных компаний, наподобие наших, допустим, которые уже специализируются на этом, есть у которых есть какой-то каком-то, и уже есть определенный опыт, и просто, то есть, отдавать эту часть бизнеса на аутсорс. Тем самым, то есть, в первую очередь, тем самым... Да, аналогичный вопрос я обращаю, адресую, точнее, Рустаму Салахуддинову, директору Smart Innovation из Усть-Каменогорска. От чего зависит, это WhatsApp ко мне пришел, я зачитал, от чего зависит скорость выхода производителя на marketplace какой-нибудь? Соглашусь с коллегой, что в первую очередь это желание непосредственно предпринимателя самого, ну и, конечно же, финансовые возможности. Опять же, если речь идет о деньгах, да, я бы не сказал, что сегодня выход на marketplace или вообще в онлайн стоит каких-то колоссальных денег. То есть, ну, допустим, там, разработать, если с нуля, то да, это будет стоить немалых денег. Если использовать готовые ресурсы, ну, грубо говоря, чашка кофе в день. Ну, то же самое мы неоднократно там предлагаем вообще предпринимателям использовать уже готовые сервисы и даем эти сервисы непосредственно, потому что, ну, не раз уже это проходили. Когда обращались за разработкой, то есть, пожалуйста, хотите, мы можем разработать вам с нуля. Не хотите, мы можем вам дать готовое решение, и буквально за один день, за один день, там, за один час вы уже в онлайн и торгуете спокойно. Ну, это самое простое решение, на самом деле, на сегодняшний день. То есть, использовать готовое решение. Да, ну, это, конечно. А сколько оно стоит? Сколько? О каких денег, средствах мы говорим? Какие инвестиции надо сделать? Допустим, у нас и ранее работали инструменты. Мы работаем с банками, можно взять там дому, кредитование и так далее. Мы сотрудничаем с ЕБРР, также компанией, то есть, по возмещению финансов. В частности, наше решение, которое позволяет вести полностью товарный учет, вывести бизнес в онлайн, там, использовать мобильное приложение, там, для доставки сервис есть. То есть, это единое решение, то есть, оно все в одном, скажем так, взаимосвязано. Не надо ничего там дорабатывать, разрабатывать. Стоит, но, как я повторюсь, чашка кофе в день. То есть, примерно где-то 800 тенге в день обойдется предпринимателю выход в онлайн. То есть, это с приемом онлайн-платежей, это с интернет-магазином, это с модулями, там, доставок, заказов и для курьеров приложением и так далее. То есть, со всем, что необходимо, там, CRM-система. И прочие-прочие инструменты. 800 тенге в день, я не думаю, что это большая стоимость для предпринимателя. Ну, 1000 тенге в день, там, ладно, самый максимум. То есть, это не такие уж большие деньги, да? Давайте так, сейчас у нас 3 минуты осталось. Давайте немножко попробуем сделать прогноз вообще, что нас ждет после того, как у нас режим ЧП закончится. Ну, 1 мая, если все пойдет хорошо, если мы пик преодолеем, и у нас заболеваемость спадет. Да, пожалуйста, Шенкент, вам. Ну, я думаю, что, в первую очередь, мы вообще, все население Казахстана, то есть, особенно, то есть, тех городов, которые не являются республиканского значения, условно, Норстан и Алматы, да? То есть, все города Казахстана, то есть, во время этого карантина, получат, наверное, массу и ряд хороших и полезных привычек, в том плане, то есть, что люди начнут оцифровываться, люди начнут уметь пользоваться многими, я не знаю, там, онлайн-сервисами и теми вещами, которые они не пользовались в своей обычной жизни до наступления чрезвычайного положения, да? Ну, и, соответственно, я думаю, что вот эти все вещи, они дадут определенный толчок и точку роста многим компаниям в плане того, чтобы больше уходить, наверное, в сторону даже элементарно безналичной оплаты, да? То есть, и мы будем видеть, что все равно именно в секторе малого и среднего бизнеса будет достаточно много перемен и в плане цифровизации, и в плане, наверное, оптимизации вообще бизнес-процесса. Да, спасибо. Пусть Каменогорск. Да, как бы это ни прозвучало, может быть, и жестоко там, с одной стороны, да, но, тем не менее, вот это самое время, которое показывает людям, да, насколько, ну, все-таки, есть необходимость, ну, не только вообще в самих технологиях, да, но элементарно там средства гигиены, там, не знаю, мыть руки и так далее. То есть все, что делается сейчас из-под палки, надо было делать вчера, ну, просто так. И у людей есть возможность, в самом деле, задуматься о том, что нас будет ждать завтра, потому что, когда мы разговариваем сегодня с предпринимателем, он говорит, ну, ладно, я еще чуть-чуть потерплю, 1 мая там откроюсь и буду спокойно работать, зачем мне онлайн? Задаем обычный вопрос, что давайте представим, что это не закончилось завтра, не закончилось 1 мая, если это продолжится, что будет тогда? Поэтому сейчас именно то самое время... Картинки всякие сейчас юмористические в интернете можно встретить, когда там якобы путешественник во времени прилетает и спрашивает, ребята, какой это год? Они говорят, 2020-й. О, так это первый год из десятилетия, когда начался карантин, да? Я вас понимаю, да. Поэтому это то самое время, когда необходимо задуматься, действительно, над бизнес-процессами, несмотря даже на то, что мы также, да, IT-компания, мы очень много тоже пересмотрели в плане своих бизнес-процессов, в плане оптимизации вообще в целом расходов. И сейчас даже вижу, что можно нам отощиться, в принципе, отказаться. То есть мы прекрасно работаем все на удаленке, и это экономия денежных средств. То есть мы можем тогда не повышать стоимость наших услуг при этом, потому что это все взаимосвязано. Коллеги, я вас благодарю за это обсуждение. Надеюсь, конечно, больше плюсов у нас будет, нежели минусов уже после этого карантина. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждали вопрос, как настроить работу в онлайн-формате. Это была программа «Время говорить». Смотрите нас на сайте inbusiness.kz. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»